Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 25 мая, день Епифания, назван в честь святого отца Епифания, архиепископа Кипрского, он был евреем, но повстречавшись с христианином, Клеовиев уверовал во Христа, случилось это так, мать попросила продать упрямого осла, отшел по дороге, сбросил отрока Епифания, он не мог встать и лежал горько плача, Клеовий подошел к нему, ощупал бедро и перекрестил его трижды, тотчас же Епифаний выздоровел и встал, затем Клеовий обратился к ослу и молитвой умертвил его. День был известен тем, что люди в старину произносили заговоры от пожаров и молнии, поскольку в это время было много гороз. На прудах и озерах к этому времени распускались белые кувшинки. Кувшинку называли одолень травой и считали, что она помогает излечиться от большого количества заболеваний и даже избавляет человеческие души, очищая дома от нечисти. Также считали, что они связаны с русалками. Ночью водят хороводы, а днем превращаются в цветы. Отвар кувшинки одоленя использовали, чтобы лечить зубную боль и отравление. Собирали кувшинку в строго определенное время и при этом обязательно затыкали уши. Перед тем, как сорвать, ласково разговаривали с ней, потом быстро срывали цветок. Острым срезать кувшинку было нельзя, так как считалось, что стебель истекает кровью и это убьет русалку, за что другие русалки могут на дно утащить. Когда отправлялись в дальнюю дорогу, кувшинку обязательно брали с собой. А в ночь перед путешествием обязательно произносили специальный заговор и только потом можно было отправляться в путни, думая о неприятностях. Сегодня девушки надевали сарафаны красного цвета и отправлялись водить хороводы вокруг рябины. Это неспроста, так как рябину в древности наделяли магической силой и считали оберегом. Рябина защищала человека от несчастья, сглаза, помогала найти путь домой и ее всегда старались посадить недалеко от дома. Приметы. В этот день в воду вставили ветку рябины. Чем дольше она простоит, тем более удачлив будет человек. Если заблудился в лесу, сорви ветку рябины и она поможет найти путь. Теплое солнечное утро без дождей, лето будет сухим. Пожароопасно. Комментарий Александра Бубнова. Спасибо. Где все? Политики всем голову заморочили. Здоровье ушло на второй план. Вадим Лагрин. А в чем тут политики? Кто хочет со здоровьем, тот занимается. Значит, смотрите, политики всем голову заморочили. А почему они заморочили голову? Вы так задаете себе вопрос или нет? Вот существует огромное количество разного рода законов, рекомендаций и так далее. И как правило, ни один из вас не участвовал в разработке этого закона, в его внедрении каких-то там норм, порядков и так далее. То есть вам уже сказали вот так, вот так вот и вот так вот. То есть некоторые люди, которые вы считаете политики, они считают, что общество должно, и экономика должна, и страна должна, и мир должен вот таким-то, таким-то, таким-то быть. А почему они так считают? А знаете, почему они так считают? Потому что население не указывает им, что оно хочет. Чтобы население, население, а не отдельно там законотворцы, дали там свод каких-то законов и прочее, прочее. А было. Население сказало, я хочу жить так-то, так-то. То есть каждый житель поучаствовал в законотворчестве и написал там свои законы, их обсудило все население с точки зрения разумности, целесообразности и приняло, что вот так-то, вот так-то, вот так-то должно быть. Грубо говоря, президент должен вот столько-то получать, ЖКХ должно находиться в руках государства, то есть роль государства к чему сводится. Население платит налоги не для того, чтобы государство, некоторые люди, которые считают себя государством, вот это население подавляли и использовали в своих собственных целях. А чтобы они просто-напросто проводили вот эту всю волю населения, которое их написало. И в любой момент, в любой момент с них можно было потребовать, чтобы они отчитались и так далее, и так далее, и так далее. Вот тогда будет то, что надо. А пока этого нету, пока каждый из нас не требует своего, поэтому и морочит голову, и вертит, как хотят. С помощью законов, как правило, законы это принуждение и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Развернитесь, поймите, в чем ваша сила, и укажите этим людям, что надо вот так вот, вот так вот делать. Не хотят, значит, на их место придут другие люди, которые это все начнут делать. И не будет вот этого вот всего, что сейчас творится во всем мире. И до этого творилось. Благодарю за просмотр. Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. И все те, кто заходит на канал и чувствует, что здесь действительно что-то есть полезное. Что я хочу сказать. Если вы чувствуете, что от меня идет толк и польза, прошу жертвовать на развитие моей собственной оздоровительной программы.